Глава 2. Психическая энергия. Психическая энергия и формы её проявления. Вы знаете, что психическая энергия называется энергией всеначальной. Следовательно, она включает в себя все остальные энергии, которые являются лишь её дифференциациями. Так, пара-фухат есть основная или всеначальная психическая энергия в её наивысшем космическом аспекте, и фухат есть следующий аспект её в проявленной Вселенной. Та же психическая энергия в качестве жизненной силы разлита всюду как прана. Пришло время объединить смысл энергии всеначальной. Параграф изучения. Наверное, вас не раз спросят, как развивать психическую энергию и как познать полезность её. Но достаточно сказано, что сердце, устремлённое к высшему качеству всей жизни, будет проводником психической энергии. Никакая насильственная условная подвижность на проявление сердечной деятельности не полезна. Сердце – самый независимый орган. Можно дать ему свободу к добру, и оно поспешит наполниться энергией. Также лишь в дружном общении можно получить плоды объединённой энергии, но для этого необходимо понять, что есть согласие. Психическая энергия есть Дух Святый. Психическая энергия есть Любовь и устремление. Психическая энергия есть синтез всех нервных излучений. Психическая энергия есть Великий Аум. Потому выработка в себе постоянного, ничем не сломимого устремления к совершенствованию, к свету во всех проявлениях и будет развитием этой жизнедательной энергии. Помните параграф 55 из книги «Община»? Устремление – ладья Архата. Устремление – ключ от всех пещер. Устремление – есть число звёзд. Я так люблю этот параграф. Можно сказать, что там, где нет устремления, там отсутствует и высокая психическая энергия. Вы правы, что психическая энергия может быть воспринята, лишь если нервные центры готовы её принять. Но насильственно никто не может даровать её. Можно передать известное количество из своего запаса другому человеку в том случае, если он может воспринять. Этим объясняются многие чудеса исцеления. Также психическая энергия получает мощь из пространства, если она приобрела качество магнита. Все явления, как телепатия, передача мысли на расстояние, внушение, целение, ясновидение, яснослышание, психометрия и т.д., все связаны с появлениями психической энергии того или иного качества её. Следует всегда помнить, что качество психической энергии бесконечно в своём разнообразии. Кундалини есть та же жизненная сила или психическая энергия, действующая через центр у основания позвоночника. Но у высоких духов она действует через сердце. В прошлые века внимание обращалось преимущественно на центр кундалини для достижения очевидного результата действия психической энергии. Но в грядущую эпоху при сближении миров особенно усиливается центр сердца. Ибо действие через центр кундалини убедительно и действительно главным образом для земного состояния. Но для достижения высших миров и пребывания в них необходимо утончение сердечной энергии. Вот почему в учении столько говорится о сердце, этом солнце солнц. Психическая энергия беспредельна в разнообразии своих качеств и проявлений. Она двойственна в своём аспекте, как и всё сущее в проявленной Вселенной, то есть может служить добру и злу. Потому как во времена Атлантиды наблюдались самые различные качества её, так и в грядущей эпохе можно ожидать самых разнообразных проявлений её. Но при пробуждении большей духовности в человечестве, благодаря воздействию новых пространственных лучей, достигающих нашу планету, будем надеяться, что высшие проявления или качества её будут преобладать. Всё зависит от духовного развития человека, от качества его сердца. Природа психической энергии Огонь есть основа, но психическая энергия есть уже сочетание огня с мыслью. Огненная энергия наполняет всё пространство, но становится психической энергией при сочетании с мыслью. Огненная энергия нуждается в сочетании с мыслью, тогда огонь выявляет все качества психической энергии. Всеначальная энергия есть основа мироздания. Она становится настолько ярой в своих проявлениях при сочетании с различными элементами, что являет разной степени напряжения. Всеначальная энергия наполняет все сущее. Основная энергия одна. Энергия мысли – одно из высших проявлений или качеств всеначальной энергии мироздания. Огненная энергия по своему значению есть первозданная всеначальная энергия, которая при ее сочетании с организованным фокусом или организмом становится психической энергией. Именно всеначальная энергия становится психической при сочетании с мыслью. ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ Вы знаете много проявлений психической энергии. Не забудем, что около этого понятия происходит немало недоразумений. Одни вообще отрицают существование этой энергии. Другие думают, что она является целительной во всех отношениях. Третьи полагают, что психическая энергия существует лишь для немногих. Конечно, психическая энергия имеется во всем сущем. Но как энергия, она обладает всеми качествами таковой. Как энергия, она есть возбудитель и напрягает все центры. Если в организме имеется заболевание, то оно может быть напряжено той же энергией. Можно до некоторой степени урегулировать устремление психической энергии. Мысль, возвышенная или сосредоточенная, может увлечь энергию по иному каналу и вызвать целительное качество энергии. Но каждое кощунство или разрушительная мысль лишь усилит напряжение энергии в направлении пораженного органа. Будет мудр тот врач, который скажет больному, не кощунствуйте, не проклинайте. Много раз мы указывали на целительные свойства доброй мысли. Она будет привратником всеначальной энергии. Теперь многие болезни приписываются невралгиям. И таким образом люди приближаются к всеначальной энергии. Безошибочно можно сказать, что течение каждой болезни зависит от состояния психической энергии. Но люди не хотят понять, что их свободная воля будет сильным импульсом в пользовании психической энергии. Чем яснее человек представит себе этот процесс, тем больше он поможет себе. В древности являли силу матери, представляющую силу энергии. Даже настойчиво требовали «Мать, помоги!». Тем они вызывали напряжение энергии. Безразлично, будет ли обращение бурным или несломимо спокойным, требуется сознательный призыв. Чувство знания и принцип сердца в развитии психической энергии. Относительно психической энергии привожу вам слова из книги Аум. Наверное, вас не раз спросят, как развивать психическую энергию и как познавать полезность ее. Но достаточно сказано, что сердце, устремленное к высшему качеству всей жизни, будет проводником психической энергии. Никакая насильственная условная подвижность для проявления сердечной деятельности не полезна. Сердце – самый независимый орган. Можно дать ему свободу к добру, и оно поспешит наполниться энергией. Также лишь в дружном обращении можно получить плоды объединенной энергии. Но для этого необходимо понять, что есть согласие. Так и советуйте вашим ученикам устремиться к улучшению качества во всем, во всей жизни. Это будет лучшим накоплением психической энергии. Чувство знания раньше называлось интуицией. Чувство знания слагается из накоплений в прошлых жизнях и хранится в чаше. Именно это не просто знание, но чувство знания. Ибо все знание, получаемое нами, прежде всего основано на чувстве. Особенно ярко выражено это при всех трансцендентальных переживаниях. Пробуждается чувство знания вместе с напряжением действия психической энергии. Как видите, все переплетается во взаимном сотрудничестве, и все зависит одно от другого. Проявление психической энергии в экстатических состояниях. Описанное вами явление о неприятии девушкой никакой пищи, кроме воды, очень характерно для известной ступени религиозного экстаза. Именно при наличии экзальтированного состояния всякая пища вредна. Так и во время открытия духовных центров возможно лишь очень легкая пища и в малом количестве. Нередко при этом бывают рвоты, ибо желудок не принимает никакого излишка. Все нервные центры настолько напряжены, что всякое перегружение приливом крови к ним может вызвать даже смерть. Года четыре или пять тому назад в газетах и журналах много писалось о некой девушке, тоже крестьянке, уроженке Баварии по имени Терезе Ньюман, которая уже несколько лет как ничего не ела и лишь пила в малом количестве чистую воду, и при этом не теряла в весе. Но помимо этого замечательно то, что эта девушка ежегодно в дни Страстной недели переживает евангельские дни и крестные муки Христа. Всю Страстную неделю она находится в состоянии транса, в котором пересказывает все события и эпизоды, сопровождавшие осуждение и крестные муки Христа. Она описывает все происходящее как очевидец, причем говорит также и по-арамейски и передает на этом языке некоторые подслушанные диалоги и чувствования толпы. Описанный ею крест распятия соответствует тем римским крестам, которые, по историческим данным, действительно были тогда в употреблении, как орудия казни. Они совершенно не похожи на принятый в христианстве крест. При описании самого распятия у нее появляются на голове кровоточащие раны, как бы от уколов терний. Также открываются раны на руках и ступнях, и она испытывает страшные страдания. Конечно, комиссия врачей, духовных лиц и газетных репортеров и прочие посещали это чудо. Девушка все время находится на попечении и под наблюдением доверенных лиц. Но последние три года ничего о ней не пишут. Кажется, посещения и свидания с нею были запрещены после некоторых сделанных ее предсказаний. Если вас интересуют эти явления, то очень советую вам прочесть жизнеописание Екатерины Сиенской. Там вы найдете точно такие же факты. Таких субъектов, как упоминаемая вами Янина, нужно очень оберегать и оставлять их следовать своим путем. Такое устремление ничем насиловать нельзя. Подобные явления весьма полезны для людей науки, чтобы они еще раз могли убедиться в силе психической энергии, которую только своей мощью может питать физическое тело. Так духовные силы наглядно господствуют над физической. В этом доказательство и смысл таких проявлений или воплощений, как Тереза Ньюман и Янина. Исследования в области психической энергии. Фотографирование ауры. Теперь о фотографировании аур. Конечно, необходимо соблюсти условия благоприятных токов, чистоты, тишины и гармоничности всей атмосферы. Люди, участвующие в этом опыте, должны быть очень сгармонизированы между собою. Нужно помнить, что никакое научное исследование не дается без великого труда и терпения. Есть механический способ исследования аур при помощи химического состава, накладываемого на стекло, через которое смотрят на исследуемого субъекта. Но этот состав очень вредно действует на зрение. Конечно, способ этот несовершенен. Воздействие мышления на сердечную деятельность. Советую вам серьезно заняться изучением действий психической энергии. В книгах учения дано множество намеков на интереснейшие опыты. Между прочим, одна наша знакомая, врач-психиатр, произвела ряд опытов с психической энергией и силою мысли. Пользуясь аппаратом, регистрирующим тончайшую пульсацию сердца, она доказала, как различного качества мысли соответственно повышают или понижают на аппарате показания напряжения вибраций. Опыты производились над единичными личностями, а затем и над несколькими участниками одновременно. Было установлено, что мысли высокого качества резко повышали вибрации. Также концентрация нескольких лиц на одной мысли вызвала поражающее усиление вибрации. Считаю подобные опыты крайне значительными. Именно таким путем следует подходить к изучению внутреннего человека. Интересны и другие опыты этого врача-психиатра с автоматическим письмом. Исследуя такие писания нервно-неравновешенных субъектов, ей очень часто удавалось установить причину их заболевания. Следующий случай особенно показателен. Один молодой человек совершил тяжкое преступление, и когда он был арестован, то не мог назвать ни своего имени, ни своего места жительства. Все его прошлое совершенно исчезло из его памяти. Конечно, местными властями были приняты все меры к установлению его личности, но все было безуспешно. Обратились к нашей знакомой. Она применила свой метод и прибегла к пробуждению в нем способности автоматического писания. В течение весьма краткого времени молодой человек развил в себе эту способность и дал свою полную биографию. Произведенное расследование установило правильность добытых таким образом показаний. Следует отметить, что во время процесса такого писания наша знакомая заставляет пишущего читать вслух, чтобы его физическое сознание совершенно не участвовало в этом процессе выявления подсознания. Несомненно, автоматические писания в случае некоторых ненормальностей и скрытых болезней могут открыть новые возможности. Но, конечно, не каждый может выявить такую способность в человеке. Наша знакомая, видимо, обладает в большой мере способностью пробуждать медиумистические силы в своих пациентах. При этом, действуя сознательно, она может направлять эту силу в них в нужном направлении. Подобные исследования полны интереса, но, конечно, здесь нужна большая осторожность и всякая поспешность в выводах нежелательна. При таких явлениях, как автоматическое писание, многие факторы должны быть приняты во внимание, один из них решающий, именно нравственный уровень личности самого исследователя или руководителя таких опытов. Ведь не всегда пациент будет выражать свои забытые переживания или истинные направления мышления, но часто те или иные потусторонние одержатели будут стремиться овладеть его нервными центрами. Хорошо, если исследователь не допустит низких посетителей, но могут быть самые неожиданные появления темнейших сил. Аура исследователя должна являться таким образом как бы щитом. Отрадно отметить, что в молодых странах начинают очень прислушиваться ко многим явлениям, которые еще так недавно были отнесены к области грубого суеверия и шарлатанства. Зависимость аурических излучений от состояния психической энергии человека. Получила на днях газетную вырезку. Привожу ее вам. Таинственные силы природы. Задачей Международного конгресса парапсихических наук, состоявшегося под председательством норвежского психиатра профессора Торстена Верейде, входило изучение данных, добытых в течение последних лет в области парапсихизма, то есть в области психических явлений, еще сравнительно недавно считавшихся сверхъестественными и встречавших со стороны ученых недоверчивые, если даже невраждебные отношения. Французский делегат, инженер Живле, продемонстрировал изобретенный им аппарат для регистрации ауры, излучения человеческого тела. Это чрезвычайно чувствительный зеркальный гальванометр, отклоняющийся под влиянием испускаемых рукой человека лучей. Члены конгресса могли воочию убедиться, что излучения руки проникают сквозь небольшой слой кожи, дерева и стекла. Они обладают способностью ионизировать воздух, то есть делать его проводником электричества. Усталость или болезнь человека влекут за собой уменьшение интенсивности ауры и даже полное ее затухание. Усилием воли человек может на время прекратить излучение ауры. Предметы, подверженные действию ауры, заряжаются ею наподобие электричества. Афинский психиатр, профессор Танаграс, сделал сообщение о пророческих снах, что привело Конгресс в порядке прений к обсуждению вопросов о свободе воли. Председатель, вовавший на Конгрессе профессор Верейде, в заключительном слове констатировал, что современная наука все больше и больше убеждается в существовании свободных психических сил, независимых от физиологии человека. С этим, конечно, мы не согласны, ибо именно в связи с понятием духа или психики необходимое изучение физиологии нельзя изучать одно без другого. Примечание Елены Рерих. Потеря веры в это существование и привела человечество, по мнению профессора Верейде, к переживаемому ныне моральному и социальному кризису. Сближение миров как основа проявления паранормальных способностей. Большое спасибо за интересную книжку о девочке, читающей мысли. Такие знаки следует очень собирать, они проявляются сейчас повсеместно. Так и наши местные газеты уже несколько дней полны сообщений о девочке, помнящей свою прошлую жизнь. Прилагаю газетную вырезку и суммированный русский перевод. Привожу вам параграф из книги «Живой этики» о девочке, читающей мысли. Способность ребенка, о котором вы говорили, есть прямое доказательство ранее сказанного. Когда ребенок употребляет чистую психическую энергию, он знает неслышимое для других, но когда воля рассудка действует, то ток основной энергии прерывается. Сказано, будьте просты духом, значит, позволяйте чистой энергии действовать. Не затрудняйте ее потока. Поймите, что насилие рассудка лишь обедняет вас. Так ученый знает, какую книгу взять с полки не рассудком, но чувствознанием. Люди правы, когда действуют этим неотмененным чувствознанием. И еще. Напрасно удивляются многие появлениям детей, помнящих свое прошлое. Именно теперь много нарождается таких явленных посредников с тонким миром. Они помнят и о пребывании между жизнями, но их не умеют расспросить. Не в том дело, что они помнят о зарытых деньгах, но они могут рассказать о ценных ощущениях. Так происходит сближение двух миров, и это обстоятельство предшествует великим событиям. Но многие долго не поймут, насколько все меняется вокруг. Помните старую сказку, как царя везли на казнь, но он был так далек от этого, что по пути заботился о камне, выпавшем из короны. Условия развития психической энергии. Правильно заботиться о действиях, ибо в каждом действии уже заложена новая возможность. Народная пословица «под лежачий камень вода не течет» прекрасно выражает оккультную истину в движении жизнь, в прекращении его смерть. Психическая или жизнедательная энергия развивается и нарастает только при постоянном и ритмическом применении ее, но судорожные проявления ее ни к чему не приводят и даже губительны. Вот почему все занятые и деятельные люди очень выносливы и долговечны. Потому не будем опасаться нагруженности, но постараемся соблюдать известный ритм и обретем спокойствие во всех действиях наших. Сотрудничество значительно облегчит принятую ношу. Вы знаете, в какой прогрессии нарастает сила согласных энергий. Сейчас вышла книга «Братство». Пусть эта книга, говорящая о высоком братском единении, не останется лежать на полке мертвым грузом. При неизбежной встрече с учителем сможем ли взглянуть ему в глаза, если не исполним основного завета о единении? Психическая энергия и долголетие Также прошу вас собрать все ценнейшие данные о психической энергии, так щедро разбросанные в книгах учения. Ведь осознание психической энергии должно сложить мощную ступень в мировой эволюции. Ведь именно психическая энергия стучится под разными именами во все врата. Психическая энергия создает новую эпоху. Уже многие лучшие ученые подтверждают сказанное в книгах учения. Передо мною лежит разбор интереснейшего труда биолога и врача Георгия Лоховского на французском языке «Как достичь бессмертия?» Это настолько совпадает со всем сказанным в книгах живой этики, что не могу не привести вам несколько выдержек из этого научного труда. Так Георгий Лоховский указывает, что для достижения бессмертия необходимо соблюдение трех правил. Первое. Надо верить в долговечность, иначе говоря, верить в возможность достичь глубокой старости. Второе. Надо избегать гнева, злобы, зависти, ревности, раздражения и наоборот развивать в себе добрые чувства и хорошее расположение духа, что необходимо для поддержания не только морального, но и физического равновесия. Третье. Не бояться смерти и верить в бессмертие. Боязнь смерти сокращает нашу жизнь. Наше существование зависит от кровообращения, посредством которого различные участки нашего тела получают нужные для них материалы, в особенности кислород. Известно, что многие кровеносные сосуды могут сокращаться под влиянием чисто психических переживаний, в результате чего циркуляция крови нарушается, и кровь приливает к одним участкам и отливает от других. Человек, испытывающий гнев, ревность, зависть, вызывает постоянное нарушение кровообращения, которое с течением времени складывается и производит сильные изменения в организме, влекущие за собою болезнь и смерть. Ведь при сильном психическом воздействии тонкие сосуды могут лопнуть и вызвать опасные и даже смертельные кровоизлияния. Отсюда его совет – не сердитесь, не ревнуйте, не завидуйте, будьте добрыми и оптимистичными, и тогда вы доживете до глубокой старости. После изложения физиологии гнева он замечательно описывает электрические явления в организме, являющиеся жизнедателями организма. При гневе и других отрицательных душевных состояниях, вызывающих не только сокращение кровеносных сосудов, но и паралич отдельных нервов, эти электрические токи психическая энергия, идущие по ним от симпатического нерва, прерываются, и электрическое питание желез внутренней секреции, от нормальной деятельности которых зависит жизнь организма, прекращается. Последние начинают работать не так, как это нужно для нашего здоровья. В нашем клеточном веществе, окружающем ядро, содержатся хромосомы и еще так называемые хондриомы, и эти элементы по своим качествам являются своего рода преемниками различных электрических волн, идущих отчасти из глубин космического пространства, и, конечно, главным образом вибрируют на нашу психическую энергию. От вибраций таких хромосомов и хондриомов преемников электрических волн зависит, по мнению Лоховского, самая жизнь организма. Замедление или прекращение идущих через них электрических вибраций означает болезнь и смерть. Таким образом, моральные учения получают совершенно неожиданное биологическое основание. Так подтверждается значение психической энергии, которая в основе фахатична. Фахат, как мы знаем, есть космическое электричество или всеначальная энергия, имеющая на плане проявления несколько стадий. Также вы поймете теперь, как благодетельны те вибрации, которые посылаются великим учителям во время болезни. Речь идет о широко применяемом учителями способе лечения вибрациями, в основе которого лежит передача пациенту психической энергией на расстоянии, часто во время сна. Этот способ использовался и для помощи Елены Рерих во время осуществления ею сложного и опасного эксперимента по открытию и трансмутации высших центров сознания. Редкая ночь проходит, чтобы я не испытала эти целебные вибрации той или иной степени напряжения и длительности. Уровень развития психической энергии. Качество ауры. Да, очень тяжелое и напряженное время переживается нашей планетой. Участившиеся землетрясения очень отравили ближайшую к Земле атмосферу и можно ожидать проявления новых безумств в человеческом сознании. Вот почему так важно распространять книги живой этики. Прекрасно, что вы замечаете различные знамения, их следовало бы записывать. Должна сказать, что из всех обществ мое любимое рижское общество, и я уверена, что именно оно расцветет и принесет лучшие плоды. Также хочу сказать вам, что была глубоко тронута вашим доверием в приоткрытии мне уголка вашего чудесного сердца. Конечно, я не совсем с вами согласна, что дар слова так уж необходим. Это не дурное подспорье, но и только. Самое главное это качество нашей ауры. Часто красноречивый оратор оставляет лишь мимолетное впечатление, если его аура была ничтожна духовным напряжением. А два-три слова, сказанные от сердца носителем светлой ауры, перерождают человека, прикоснувшегося к нему. потому главное воздействие не в словах, но в качестве и напряженности нашего внутреннего огня. Одно присутствие такой огненной ауры в многочисленном и пестром собрании вносит свой умиротворяющий аккорд. Случается, что лектор как-то особенно зажег своих слушателей и относит это к себе, а на самом деле может быть в толпе слушателей находилась одна или две напряженные и гармоничные ауры, которые и создали своими мощными вибрациями благоприятную атмосферу для восприятия. Учитель Архип Иванович Куинджи был совершенно лишен дара слова, с трудом и с большими паузами мог связать несколько слов, но силой своего внутреннего огня он этими несколькими словами производил огромное впечатление. Мощей его духа так шла эта отрывистая речь, как бы тяжелые удары молота воятеля высекали искры из каменных глыб. Методы самолечения и борьбы с недостатками Хочу предложить вам небольшое упражнение. Каждый вечер произносить вслух молитву сердца владыки, стараясь произносить ее с возрастающим сердечным огнем. Пусть слова будут одни и те же, пока не будут выливаться совершенно свободно. В огненном единении может произойти и великое целение. Но, конечно, для великого владыки, также и для меня, самое ценное это качество вашей ауры и ее присутствие среди членов общества. Кроме того, вы тонкий писатель, а книга дает, конечно, несравненно больше, нежели лекции, ибо книгу мы читаем, когда сердце тянется к ней. Потому не сетуйте на это ничтожное затруднение. Может быть, именно оно спасет вас от многих и многих неприятностей. Может быть, что благодаря этому вы не говорите лишних слов, которые могли бы создать вам врагов. Так все к лучшему. И я не обладаю даром слова, и еще недавно жалела об этом. Но теперь отношусь благодушно, ибо убедилась, насколько красноречивые лекторы говорят о том, что совершенно не продумано ими, и увлекаются лишь построением своей речи. Нет, краснобаяни не нужны, нужен лишь внутренний огонь. Потому на ваши малые затруднения я смотрю, как на вашу же защиту от лишних врагов. Проявление психической энергии. Фраза из книг учения. Психическая энергия может быть явлена трояка с самовнушением, воздействием физическим и высшим воздействием на расстоянии. Следует понять, что иная физическая работа может настолько утомить, что психическая энергия будет подавлена. При психических посылках обычно физическое тело должно находиться в покое. Опасно посылать энергию при утомлении. Значение мышления в процессе самосовершенствования. Мысль как основа мироздания. Древнейшая мудрость Индии говорит, мысль есть первоисточник мироздания. Великий Будда указывал на значение мысли, слагающей нашу сущность, и учил своих учеников расширению сознания. Лао-Дзи, Конфуций, Христос, все учителя духа и великие мыслители учили только этому. Великий Платон сказал, мысли управляют миром. И современные нам ученые, как, например, профессор Комптон, высказав предположение о действенной разумной силе за каждым феноменом природы и о действии мысли на материю, заканчивают следующими замечательными словами. Возможно, что мысли человека являются самым важным фактором мира. С таким широким пониманием приступим к ознакомлению с историей развития мысли. Откинув все предрассудки мест, времени и национальности, мы, как пчелы, будем собирать драгоценный мед человеческой творческой мысли. Заложив в основании мощные достижения великих создателей нашего сознания, приступим к третьей ступени, к развитию своей мысли, своего творчества, и из новых сочетаний будем высекать новые искры огня мысли, этого венца мироздания. Будем помнить, что мыслящий человек никогда не одинок, ибо мысль его величайший магнит и приносит из пространства дождественный ответ. Потому, если хотим получить прекрасный ответ, пошлем в звучащее пространство устремленные мысли, насыщенные чистым огнем сердца, ибо только одухотворенное устремлением, напитанное сердцем мысль творит и привлекает как мощный магнит. Мысль, лишенная устремлений и горения, бесплодна. Итак, устремимся к познанию, к широкой мысли, и в устремлении своем будем дерзать, ибо лишь дерзание мысли слагает новые пути. Магнитность мысли во имя благого сотрудничества для новой ступени совершенно неотложно усвоить значение мысли. Необходимо создать лучшую атмосферу во всем нашем обиходе путем очищения мыслей. Тем привлечем лучшие возможности. В каждой книге учения столько бесед уделено этому вопросу, а мы все еще не можем осознать основу не только нашего благополучия, но и самого существования. Ведь весь космос строится на мысли. Все благо и все разрушения зиждется на мысли. Мысль несет жизнь, мысль же приносит смерть. Когда же это будет понято людьми? Нет в космосе рычага сильнее мысли, насыщенной психической энергией. Мысль есть магнит, и каждая мысль мрака порождает наслоение тяжких флюидов, которые притягиваются и собираются дождественным сознанием. Радость может магнитным током привлечь из пространства радость. Помните, что мысль действует как бумеранг, ибо мысль, посланная сознательно человеку, в котором нет тождественной с ней вибрации, возвращается к пославшему, по пути усиливаясь тождественными вибрациями, всегда в изобилии, носящимися в пространстве и ищущими соединения. вибрациями. Легко можно представить себе, какое разрушающее действие может получиться для пославшего, если мысль его была полна злобы. Также при временном ослаблении заградительной сети в случае болезни недоброкачественные посылки осложнят борьбу организма и тем нанесут непоправимый вред. Не будем ли безумны, порождая темные мысли. Отгоняйте каждую нечистую мысль, заменяя ее мыслью блага. Спешите очистить дух широкими созидательными мыслями о чудесном будущем. Также следует постоянно помнить о губительности раздражения. Раздражение делает наш сосуд хрупким. В огне-йоге указан яд раздражения и его последствия. Этот яд выедает драгоценные отложения психической энергии. А что может быть достигнуто без накопления психической энергии? Скудаумие и разрушение будут уделом. Конечно, каждый волен уничтожать себя, но преступно сеять эту страшную заразу. Так помня о значении мысли и раздражения, начнем накоплять атмосферу благожелательства. Интеллект и психическая энергия Да, имеется немало интеллектов, лишенных мощи психической энергии, и мысль их остается бесплодной, ибо она лишена магнита, присущего психической энергии, собирающего вокруг себя подобной же энергии для жизни как в пространстве, так и в земных построениях. Именно бесплодна мысль, ненапитанная психической энергией, и особенно нищ такой ум в тонком мире. Также не забудем, что существует много видов, или вернее качеств этой всеначальной энергии, и потому будем стремиться к высшему ее проявлению самоотверженности устремленного сердца. Утончение мышления «Мои молодые друзья, наполняйте сокровищницу духа вашего, вбирайте все звуки, все краски, все ритмы из неиссякаемого источника пространства. Тончайшие вибрации эти, воспринятые сознательно, утончат ваше восприятие, утончат вашу мысль. Утончение восприятия мысли даст вам возможность проникнуть в тайники пространства и откроет пути радости достижением и непрерывному и бесконечному восхождению. Влияние силы мысли на стихии может ли быть потоп смывающий целые области? Может ли быть землетрясение разрушающие целые города? Может ли быть вихрь сметающий города? Может ли быть падение громадных метеоров? Все может быть и качание маятника может увеличиться. Не имеет ли значения качество человеческой мысли? Так пусть подумают о сущности вещей. Она очень близка мысли и много мыслей устремлено из разных миров. Не будем винить одни солнечные пятна. Мысль как основа творчества. Кто-то говорит, творить можно из чего-либо, а не из самого себя, и что Бог везде и всюду, и ничего кроме него нет, а потому творить и самого себя тоже не вполне правильно. Хочу спросить, почему? Во-первых, если Бог вездесущ и ничего вне его нет, то есть он и творец, и материал, то мне кажется, что совершенно безразлично сказать, что он творит, создает или рождает, ибо все эти понятия есть лишь его выявление. Но каждый даже земной творец творит или создает именно духом из самого себя. Человек может быть окружен самыми изысканными материалами, но если огонь творчества в нем слаб, он ничего не создаст. Именно мысль и мыслительная энергия творят. Припомните восточное учение о силе мыслетворчества. Очищение пространства мыслью Полезно советовать друзьям, чтобы они в определенный час посылали добрые мысли. В таком действии будет не только укрепление доброжелательства, но и дезинфекция пространства. Последнее весьма необходимо. Ядовитые эманации не только заражают человека, но и осаждаются на окружающих предметах. При этом такие осадки весьма трудно изгоняемы. Они могут сопровождать предметы и на дальние расстояния. Со временем будут различать ауру таких зараженных предметов. Пока же чуткие люди могут ощущать на себе воздействие таких наслоений. Добрые мысли будут лучшим очистителем окружающего. Утверждение посылок добра будет еще сильнее, нежели очистительные ароматы, но следует приучаться к таким посылкам. Они могут не содержать определенных слов, только направляя добрые чувства. Так среди обычной жизни можно творить много добра. Каждая такая посылка как молния очищающая. Кармические следствия мышления хотя неуловимы добрые следствия намерений добрых мыслей и действий, но по закону причинности все приносит следствие. Закон не приложен и величественен. Утверждение причинности в каждом действии дает расширение сознания, ибо не страх, но распознание действия дает правильное направление. Как прекрасен закон, дающий жизнь каждому добру и каждому творческому началу. Ведь строение космоса напрягается всеми началами каждого часа. Истинно герои духа знают, как их стремление каждого дня приобщает их к строительству жизни. Так закон причинности может направить мышление к пониманию беспредельного мира огненного. Когда дух почует, что он является звеном в космической цепи как следствие причины и причины нового следствия, можно будет много познать человеку этим простым пониманием закона причины и следствия. На пути к миру огненному запомним о вечном движении наших действий. Так будем думать о следствиях, порождаемых нашими необдуманными мыслями и действиями. Не отнесемся к этому легкомысленно, ведь иногда одно слово может породить неисчислимые бедствия. Значение мысли Грани Агни-Йоги том 5 параграф 316 Матерь Агни-Йоги Полет в будущее дает духу крылья. Мысль становится светоносно-крылатой. В будущем все достижимо и все возможно. Устремляя сознание в будущее и создавая четкие формы будущих выявлений жизни, человек тем самым их оформляет в определенные образы, которые, хотя и относятся к будущему, но тем не менее живут в настоящем, живут и пульсируют в пространстве, вдохновляя людей на новые достижения и победы. Вот почему мы устремляем мысль человечества в будущее, и вот почему мы придаем такое огромное значение процессу цементирования пространства. Наши ученики не знают безделья, наши ученики не знают бездумья. Когда пространство готово и ждет, чтобы принять в свое лоно образы оформленной, строительно-эволюционной, светоносной мысли, долг сотрудников наших во всех уголках планеты творить эти мысли, их укреплять, насыщая их огнем своего сердца. Куда направится человечество, если не будет иметь пространственного хранилища образов мыслей, ведущих его к светлому будущему, когда не будет ни войн, ни планетарного грабежа, ни всех видов угнетения или насилия человека над человеком. Каждая эволюционно-строительная мысль, сознательно брошенная в пространство и даже бессознательно есть благо. Нет двух лиц человеческих совершенно схожих между собою. Все разновидны и своеобразны. Также разновидна и мысль. Значит, пространство можно насыщать всем богатством многообразия мыслей, годных на все случаи жизни для всех народов Земли. Мир строится мыслью. Жизнь планеты строится мыслью. Не прошлое, но будущее есть та сфера, где осуществляется мысль. Будем мыслью сознательно строить будущее нашей Земли. Грани Агни-йоги том 5 параграф 319 Матерь Агни-йоги В действиях человека уявляется энергия мысли. Сколько же энергии можно сознательно накопить для действий в мире надземном? Каждая мысль будет там как бы аккумулятором силы для действия, который будет работать, пока не истощится его энергия. Насколько же надо осмотрительным быть в выборе берущихся с собой мыслей? Все мысли, которые не выбрасываются сознательно, автоматически берутся с собой в будущее, чтобы сопутствовать до тех пор, пока в благоприятных условиях не воплотятся они в действия. Обстоятельства это важно необычайно, ибо чревато многими следствиями, порой весьма неожиданными. А мысли, не выброшенные из сознания, а потому взятые с собою, человек может совершенно забыть, но она не забудет и проявит магнитную силу тогда, когда породитель ее считает, что он свободен от мыслей подобных, ибо поднялся выше. При контроле над мыслью недостаточно в данный момент не иметь нежелательных мыслей, надо почистить еще все закоулки сознания, все кладовые мысли, не залежалось ли там нечто недостойное, не соответствующее настоящей ступени сознания. После перехода в мир тонкий, все мысли, оставленные в хранилище памяти, восстанут перед человеком во всей своей силе для окончательного суда над каждой из них. И если мысль заряжена такой силой, что окажется сильнее мыслей последующих, то человек может ее и не преобороть, то есть стать ее жертвой. Если в жизни земной наблюдаем, как часто человек становится жертвой своих собственных недостойных мыслей, то сколь же трагичнее условие это проявляется там, в мире надземном, где обостряется все и где борьба и преодоление много труднее. Потому очищение сознания от мыслей негодных производится здесь, на земле, чтобы явиться туда во всеоружии очищенных мыслей. Грани Агни-йоги Том 5 параграф 321 Матерь Агни-йоги Чем более расширено сознание, тем более возможности для служения свету. Поэтому надо приложить усилия к тому, чтобы расширить его. Расширяется мыслью. Мысль питается устремлением. Достаточно устремить ее на предмет, даже совсем незнакомый, чтобы начала действовать ее магнитная сила, извлекая из пространства созвучные ей элементы. Что мы знаем о дальних мирах? Сравнительно мало. Но если мысленно, сердцем, к ним постоянно стремиться, войдем в орбиту их притяжения, и сознание начнет расширяться, обогащаемое новыми поступлениями. Конечно, поможет связь с иерархией, но двигателем будет собственная мысль. Контакт с дальними сферами необходим, ибо там жизнь на высшей ступени. И как же можно принять эволюцию человечества и собственного духа, если не иметь перед глазами высшие формы этой эволюции, уже достигнутые на дальних мирах. Когда весь микрокосм человека устремлен к высшему миру, мощь этого устремления магнитно притягивает к нему новые возможности. Устанавливается тогда контакт с высшими сферами, и даже во сне можно тогда почерпать от этой невидимой связи. Устремление всем существом очень непросто, ведь оно требует от решения сознания, от привязанности к жизни обычной. Можно и должно жить этой жизнью, можно и должно делать все, чего требует долг перед людьми, перед Родиной, перед близкими, перед собой и своим телом, но делая и исполняя все это, привязываться к плотному окружению и явлением жизни земной все же нельзя. Не может служить дух двум господам, двум противоположностям, обычности и необычности. Мы живем необычностью и к земному привязанности не имеем, зная значение, цель и смысл земных воплощений. Любите земное сверхличной любовью и не привязывайте сознание ни к чему. Сфера духа другая. Когда высшие притяжения побеждают и покончены счеты с земным, тогда дух делается свободным. Грани Агни-йоги Том 5 Параграф 371 24 Июля Распространение мыслей в пространстве имеет очень сложный узор. Одни мысли висят около своего создателя и незримо насыщают своей сущностью всю атмосферу вокруг. Мысли, обращенные к людям, устремляются к ним через расстояние, которые их отделяют. Мысли, посланные сознательно вдаль, достигают объекта посылки. Способность мысли к движению вкладывается в нее по родителям мысли. Есть мысли крылатые и есть мысли лишенные крыльев. Мысль обладает магнитной силой притягивать созвучные мысли к себе и в свою очередь притягиваться к мыслям созвучным. Мысли в пространстве растет именно благодаря своим магнитным свойствам. Мысль имеет свойство уплотняться и даже кристаллизоваться в устойчивые образования. Мысль неуничтожаема, то есть ее вещество не может быть уничтожено. Против мысли сторонней может быть создан заслон против ее проникновения. При этом следует помнить, что мысль, чужая мысль, обычно проникает в сознание по созвучию. Мысль страха не войдет в бесстрашное сердце, ибо не имеет в нем родственных элементов. Иммунитет духа от заражения негодными или низкими мыслями зависит от отсутствия в нем элементов к низким мыслям созвучных. Когда темные отравители посылают волны убийственных мыслей, они отыскивают в ауре своих жертв хотя бы малейший хвостик нехороших мыслей, чтобы за него уцепиться и проникнуть в сознание. Потому так упорно твердим об очищении контроля над мыслью. Пока очищение не закончено, контроль должен быть особо суров. Потом, когда аура очистится окончательно, щитом от мыслей сторонних и вредных будет служить утвержденная чистота. Чувства раздражения, страха, уныния, недовольства тем нехороши, что они очень тесно связаны между собою одной и той же основой, которую можно назвать тьмой. И потому допуск в сознание мыслей одного порядка создает канал для привлечения темных мыслей другого. И сознание заливается тьмою или отемняется, становясь фокусом магнитного притяжения для нежелательных, негодных, недостойных и низких мыслей всевозможных оттенков. Так, темные мысли сомнения мощно притягивают к породителю поток мыслей, казалось бы, к сомнению не имеющих никакого отношения. Но когда он допущен, за ним следует целый ряд родственников, знакомых, прохожих и всякого сброда и отребья. Одни цепляются за других и входят без спроса и приглашения. За сомнением следует неуверенность, колебания, неустойчивость, беззащитность, страх, безнадежность, а затем уже автоматическое разрешение поступков и слабостей, которые при защитном состоянии были недопустимы. Сила сопротивления ослабевает. Если человек бросил курить, он начинает курить, если бросил пить, пить и так далее. Словом, он погружается в объятия тьмы от допущения маленькой змейки сомнения, за хвост которой тотчас же ухватились темные твари. Будем помнить, что темные на страже всегда, чтобы нанести хотя бы какой-нибудь вред. Они знают прекрасно, что наибольший вред может быть причинен, когда запущена хотя бы одна темная мысль. Поэтому особенно опасайтесь малых мыслей. Большое заметить легко и от нее оборониться и усилить контроль, но малое требует особо острого внимания. Ауры людей, с которыми жизнь заставляет соприкасаться, часто являются рассадниками и питомниками самых омерзительных мыслей. Соприкосновение создает канал связи, и если ослаблен дозор, яд может проникнуть. Низкие слои астрала и низкие мысли заразительны ужасно, и если иммунитет духа не утвержден, опасность заражения велика. Можно оборониться владыкой, когда владыка живет в сердце, но сердце для этого быть чистым должно. Об очищении сердца следует думать, ибо чистое сердце сильный магнит для мыслей светоносных и чистых. Магнетические свойства психической энергии, их использование в духовных практиках древности. Терафимы и талисманы, их назначение. Что есть терафим? Существует большая и сложная литература о терафимах. Терафим имеет много форм или аспектов. Широко говоря, терафим есть талисман или собиратель энергии, и потому каждый предмет, насыщенный наслоениями психической энергии, является таким терафимом. Неся на себе психическую энергию, наслоенную с определенным приказом, талисман или терафим передает его тому лицу, которому он послан. Терафимы часто служили оракулами. Приготовление таких терафимов в древности было очень сложно, причем широко применялось знание астрологии. Конечно, бывают также и астральные терафимы, но такие терафимы принадлежат лишь очень развитым духом, и тайны их изготовления, так же, как и сами они находятся в руках великих архатов. Через такого терафима можно сильно влиять на человека, также охранять его здоровье. Если вы читали опыты об экстериоризации чувствительности, вы можете до некоторой степени представить себе воздействие такого терафима. В Агни-йоге довольно подробно сказано, как творится простой терафим. Талисманы и их создание. Параграф 470. Вы знаете о научном значении так называемых талисманов. Мы уже говорили о намагничивании предметов, которое при благоприятных условиях может действовать долго, но для некоторых все же остается неясным вопрос о судьбе талисманов, попадающих в недостойные руки. Талисман в недостойных руках теряет силу, так же, как магнит теряет мощь при неблагоприятных условиях. Множество людей было сожжено и мучимо из-за талисманов, но теперь наука установила намагничивание предметов. Люди хотят знать, который способ намагничивания лучший. Это воздействие индивидуально. Кто делает пассы над предметом, кто полагает его на ночь у изголовья, кто носит его у сердца, кто лишь дотронется и кто лишь посмотрит. Но, может быть, намагничивание и на расстоянии, но для этого нужно знать предмет, чтобы отчетливо его представить себе. Тоже нужно, чтобы предмет находился в одинаковом окружении и чтобы никто не дотрагивался до него голую рукою. Не проводник электричества будет при этом полезен. Уж не волшебство ли? Но такие указания представляют простейшую научную профилактику. Для таких опытов редко достает терпение, но передача энергии есть один из самых мощных показателей. При таких испытаниях можно судить, насколько феноменален дар владения энергии. В сущности говоря, такой дар не феноменален, но многое зависит от окружающих условий. К сожалению, люди меньше всего умеют бороться с окружающими условиями. Из ста семей не более пяти могут похвалиться гармоничной обстановкой. Много энергии пропадает при домашних трениях. Усовершенствование домашней жизни должно научить целесообразности. Каждый человек, обладающий запасом психической энергии, должен быть храним заботливо, но человечество об этом даже не подумает. Если открыватели вот так ценятся, то и все хранители особой психической энергии должны быть оберегаемы. Каждое растение имеет какое-то целебное свойство, но применение его нужно найти. Тоже нужно сказать о каждой индивидуальной энергии. Растительный микстуры могут дать весьма сложные действия. Что же сказать о микстуре человеческих энергий? Разве научаются сочетать их? Для брака требуется медицинское свидетельство. Будет время, когда потребуется и психическая энергия, и тем разрешится проблема дисгармонии. Мыслитель говорил, к чему люди надевают на шею жернов, когда лучше заботятся о крыльях. Техника создания террафимов. Любой предмет может быть террафимом. Именно от куска ткани, камня, металла или дерева, и до изделий рук человеческих. В параграфах от 419-го имеется в виду книга «Знаки Агни-йоги» серии «Агни-йога» или «Живая этика». И далее довольно подробно указано о нагружении террафима и необходимой для этого обстановке. Потому могу лишь добавить, что наслаивать благую посылку психической энергии на избранном предмете следует два раза в сутки, ранним утром и после заката. Лучше, если посылка будет несложной, краткой и, конечно, необходимо участие сердечного чувства или искренности. Именно доброкачественность психической энергии нужна при каждом наслоении. Равнодушие, грубое бормотание или даже просто мысленное повторение приказа остается безрезультатным, необходимое участие сердца. Эта теплота и будет характерным признаком благой искренности. Вы тоже примите во внимание и покрытие террафима, каждый раз после его нагружения, для изоляции его от окружающих и, возможно, противодействующих воздействий. Можно иногда носить террафим на себе, чтобы он пропитался вашими эманациями, но тогда необходимо следить, чтобы ваше самочувствие было вполне гармоничным, именно без признака раздражения, иначе носимый предмет пропитается разрушительными эманациями. При обладании большим запасом психической энергии можно прибегнуть к намагничиванию предмета, в связи с этим приложу вам беседу из надземного. Параграф 419-420 из книги «Знаки Агни-Юги». Параграф 419. Мы знаем о Терафиме. Мы знаем, что Терафим может быть астральным и материальным. Мир астральный выше материального, и Терафим астральный выше материального. Иметь Терафим астральный могут лишь очень развитые существа. Материальные Терафимы могут служить каждому сознательному духу. Терафим есть как бы модель самого явления. Мореход по модели корабля судит легче о событии на судне. Глядя на изображение, люди как бы соприкасаются с отсутствующим. Даже самая убогая заклинательница требует прежде всего изображения или предмет близкий. Эти вещи направляют ее психическую энергию и помогают умножить воздействие, как маяк или придорожный знак. При материальных терафимах нужно иметь для каждого случая особое изображение. Но астральный терафим имеет преимущество в том, что он один и принимает видимость по необходимости. Потому он является как бы путеводным знаком в связи с достижениями сознания. Терафим астральный есть кристалл психической энергии, как материальный есть продукт материального устремления. Главный акт совершается во время построения терафима, ибо именно тогда психическая энергия наиболее напряжена. Предпочитая астральный терафим, можно указать технику построения материального. Параграф 420. Материальный терафим делался или в виде скульптурного изображения, или в виде любого предмета, к которому присоединялось что-либо принадлежащее лицу, подлежащему заклинанию. Часто терафим по смерти владельца полагался в гробницу, как в древнем Египте и в памятниках маев и погребениях этрусков. Или если погребальный обряд требовал сожжения, терафим тоже следовал в огонь. В храме Израиля находится терафим общий всем случаем, но при каждом заклинании под терафим полагали нечто, принадлежащее заклинаемому. Так по разным странам разбросано множество терафимов, и каждый из них наслоил на себе многие психические посылки. По этим наслоениям психической энергии любопытно наблюдать живучесть этой энергии. Можно действительно видеть, как терафимы сохраняют силу тысячелетиями, как зерно живет, уявляя силу без конца. Среди опытов психической энергии очень важен опыт ее нерастворимости и неуничтожаемости. Терафим дает этому лучшее доказательство, если можно при этом применить ясновидение. Можно для будущего принять опыт построения безвредного терафима, присоединив к нему приказ на долгий срок. Терафим понесет весть или определенному лицу, или тому, кто возьмет его на себя. При этом два условия должны быть соблюдены. Нужно знать, что терафим готовится долго, также и воздействие убывает немгновенно. Учение о терафимах и заклятых предметах идет из великой древности, когда атланты знали психическую энергию. Как готовить терафим? Нужно найти помещение, где психическая энергия заклинателя достаточно наслоила пространство и осела на предметах. На определенном месте слагается изображение любого вида из воска или глины или извести. Установив изображение, следует покрывать его или серебряным ковчегом, или хрустальным, или стеклянным, или кожаным покрытием. Принцип действия терафима. Вы знаете, что каждое осознание и представление какого-либо объекта тем самым приближает нас к нему. Как вы знаете, психические наслоения объекта могут быть перенесены на его терафим. Особенно важны астральные терафимы дальних миров и астральные терафимы людей. Можно передавать человеку необычайное усиление его психической энергии, воздействуя непосредственно на его астральный терафим. Такие воздействия мне не раз приходилось видеть и ощущать при чрезвычайном утомлении и исчерпанности сил. Терафим дальнего мира, будучи осознан и вызван в представлении, приближает нас к себе или обратно приближается к нам, ибо психическая энергия, как основная, связывает все сущее. Мысль есть проявление и качество психической энергии, потому мысль может быть самым объединяющим началом.